друзья всем привет сегодня мы покажем вам настоящий прорыв в истории бренда skoda это первый полноприводный полноценный с юбит в истории skoda skoda kodiaq итак друзья skoda kodiaq я очень давно хотел поюзать эту тачку посмотрите во первых на этот цвет нет какой то цвет как вы думаете но это не синий да что такое это синий зеленый наверняка девушки придумают какое-то название для этого цвета и наверняка есть по техпаспорту мы потом посмотрим как же официально называется этот цвет но ему очень идет мы специально выбрали такую знаете ну практически бездорожье нашли хотя после зимы в нашей стране в любая дорога это бездорожье и тут как раз вот на помощь приходит kodiaq потому что он а полноприводный б в нем очень комфортный для очень повторюсь комфортный для украины клиренс и он действительно очень проходим ну то есть вообще в нашей стране есть такая дико любовь да как к паркетникам к с юви внедорожникам и можно понять людей почему понятно что если живешь монако ты можешь есть на спорткаре каком-то заниженном клиренсе но когда ты живешь в украине реально нужен автомобиль для наших дорог и это тот самый тот самый случай но хоть он подходит для наших дорог но выглядит он ну как будто вы есть и по какому-нибудь автобану из праги куда-нибудь в берлин выглядит он очень круто как мы выбираем автомобиль ну наверно по одежке первую очередь посмотрите вот на на морду этого красавца мне кажется это он все таки это не она это он вот это фирменная фирменная радиаторная уже skoda черного цвета ну вот это вы знаете да это значок я думаю что вы это вы это поняли оптика вот это очень узнаваемые штуки мы такой видели на короке но все равно это выглядит по-другому потому что на короке это просто полосы а на кодяке они загнуты вот здесь вот идут по линии по линии крыла выглядит очень круто и вообще оптика она как будто утоплена внутрь и вот эти полоски которые тоже светятся они создают такой эффект 3d понятно что оптика топовая адаптивная ну самое современное но что еще можно говорить про машину 2019 года понятно что не может не могут стать какие-то обычные лампы понятно что это самая самая крутая оптика да смотрите и вот есть даже против туманки обычно не автомобиля где-то находится вот в нижней части бампера здесь же они находятся прямо под фарами я такое что они выполняют еще и функцию дополнительной подсветки например при вхождении в поворот и так далее то что к это умная против туманки давайте таких называем умнее многих я вам хочу сказать посмотрите на этого красавца сбоку но у нас такая комплектация видите с хромированными райлингами длину этот автомобиль 4 и 6 вот это все смотрите как от фары линия через весь автомобиль и заканчивается на заднем стопе посмотрите на эту линию но это очень круто вот такая знаете она как будто куда-то стремится вперед клиренс ребята ну я говорил о том что эта фишка фишка кодиака посмотрите на этот клиент я могу туда мне кажется сейчас залезть и лежать ну правда погода не очень но он действительно очень высокий клиренс у нас заявленный сто восемьдесят семь сантиметров вы посмотрите на колесные колесные эти вот арки подвеска нерегулируемая и посмотрите какой запас туда есть то есть машина такое ощущение что она так поднята для того чтобы на ней уже было язык где угодно не только по трассе выглядит круто но это диски понятно что он комплектациям диски можно любого размера заказать выглядят они тоже прикольно но такой фирменный рисунок от шкода и так задняя часть кодиака надпись 4 на 4 любимая так многими украинцами оптика задняя задний стоп посмотрите вот эта фирменная шкодовская вообще просто остро мне кажется можно порезаться об угол этого этого заднего стопа поворотники понятно что диодные и выглядят они очень неплохо вообще я уже признался любви шкоде за за их оптику за задние задние стопы и за переднюю оптику это действительно круто мне очень нравится кстати она тоже такая выпуклая посмотрите вот то есть она она не ровная она не сливается с автомобилем вот эта часть на как бы подается вперед и так багажник skoda kodiaq вы поняли да все понятно что с кнопки мы тут даже не будем обсуждать понятно что у skoda как всегда тут куча всяких фишек вот эти штуки которые цепляются за за этот войлок и можно зафиксировать что угодно кстати в комплекте сразу же идет посмотрите вот такой коврик посмотрите и он кстати двухсторонний его можно перевернуть и будет будет вот такой войлоковое такое покрытие а с этой стороны он такой пластиковый его можно протирать мыть что хочешь с ним делать так понятно что сетки не вот можно забрасывать если вы поехали на рыбалку там на осетровый пожалуйста ну и конечно это все тоже тут как угодно фиксируется в этом плане skoda вы знаете это их фишка они любят чтобы тут было что-то спрятано короче куча всяких крючков вот посмотрите например вы купили что-то в магазине с пакетами пришли и вот за крючочек сразу зацепили чтобы она там не болталась у вас по салону есть набор skoda вский фирменный подарок я так понимаю идет каждому автомобилю ну по багажнику вообще вопросов нет понятно что и шторка кстати обратите внимание что шторка когда его так делаешь она тут она она тут как бы нет у нее знаете что ее можно там дергать вверх-вниз она зафиксирована в любом положении смотрите очень четко короче багажник клевый смотрите обратите внимание что нет выхлопных труб то есть они спрятаны и это мне кажется неплохой ход ну мне мне нравится такое решение не можно было поставить какие-то огромные выхлопные трубы там знаете как говорят на колхозе но здесь мне кажется очень все элегантно бы их вообще не видно это прикольно друзья смотрите у нас есть различные режимы вождения и к это экономия горючего это обычный режим повседневный спортом становится больше к отрывистая индивидуальный вы можете адаптировать под себя даже там жестко к рулевого колеса например и есть режим снег для наших наших реалий у нас такой зимы ну бывает иногда будем откроенными вот такой можно видеть красоты такой в нашей стране сужден так как у нас 44 то она хотя бы немного проехаться по бездорожью включаем режим of road сразу у нас появляется огромное количество датчиков сенсоров мы давайте сейчас мы свернем попробуем всех слушайте такой спуск абсолютно вообще комфортный для этой машины он заехать куда-то в лесу я все жду когда мы что-то зацепим но пока что пока что мы ничего не цепляем действительно клиренс очень высокий вам тут уже кита перед нами уже бревна мы пропустим кстати когда смотрите обратите внимание очень прикольно что когда в режиме бездорожья камера не работает потому что она вот сейчас определяет градус под которым сейчас нас колеса смотрите я поворачиваю руль и смотри что происходит мы сразу можем видеть все это на нашем экране очень удобно но для тех кто действительно там увлекается бездорожьями это классно ну слушайте абсолютно абсолютно уверенность в этом автомобиле там едешь по по грязи по по веткам по каким-то деревьям вообще без вопросов вообще без вопросов слышите звуки вики под автомобилем падал прошлогодний снег и мы сейчас по нему проедем мне нравится вот вам полный привод и тут можем кайфануть по полной все тест пройден как бы ребята это четыре на четыре абсолютно полноценный с ювы круто поехали дальше итак друзья напомню что автоме длиной 4 метра 60 сантиметров поэтому что-то говорить про заднее сидение ну что что сказать посмотрите вот выставлено сейчас сидушка под меня чтобы понимали то есть я сейчас пересяду на передние теперь давайте вам продемонстрирую что означает что такой размер кодиака вот я сижу то есть поместится ну не знаю я могу сползти вот так вот вот так это я вот еле достаю сзади места очень много возможно комплектация семиместная с третьим с третьим рядом там два кресла но опять таки это понятно что дополнительная опция есть подлокотник причем такой он массивный такой немаленький знаете сразу раз автомобиль представлен смотрите смотрите раз как говорил мы знакомый сразу автомобиль превращается в представительский потому что чувствуешь себя совершенно по-другому касательно касательно того что задний ряд там для детей это вообще не обговорится потому что места очень много возможно также вариант понятно с панорамной крышей нам достался по без люка без крыши но это опять-таки на любителя например моя жена ей не нравится не люки не панорамы и вот такое чтобы был потолоке и так спокойно не знаю ну каждого свое кино безопасность по системе нкап здесь пять звезд и это один из самых безопасных автомобилей я сейчас говорю как отец двух детей которые дети со мной едет всегда всегда в автокреслах здесь обратить внимание сразу же есть крепление под изофикс вот они прямо указаны видите автокресла то есть раньше это автомобиль заряжен для того чтобы большой семью перевозить кресло сейчас мы проверим что с ними тут происходит его можно его можно выдвинуть вперед посмотрите например вот так смотрите кресло выдвигается вот так вперед например если вы хотите увеличить размер багажника либо например у вас из комплектации третий ряд ну и можно сложить его понятно это в случае если вы хотите сделать вот этот сам багажник в 2000 литров и перевести что-то огромное какой-нибудь что-то огромное или что-то маленькое огромный какой-нибудь шкаф или маленького слона одно из двух ну слушайте по задним сиденьем мне лично все понятно погнали вперед так стоп смотрите что происходит когда вы смотрите так у нас ровненько абсолютно дверь вровень с крылом но открываете и выезжает вот такая прорезинен такой кантик не знаю ограничитель это случае если вы там паркуетесь и чтобы не поцарапать соседнюю машину не поцарапать все двери если он даже упрется что-то здесь или в кого-то Ну, скорее всего, в что-то, например, в стенку, то ничего в вашем автомобиле не будет. Слушайте, как крутая фишка. Смотрите, как она исчезает. Появляется, исчезает. Воу! Это сейчас девушки будут счастливы. Точнее, их мужья будут счастливы. Потому что они перестанут царапать двери. Впереди тоже... Да, смотрите! Та же штука. Вообще, в этом прикол Шкоды. У них очень много таких классных вещей. Например, вот это меня всегда удивляло. Но я видел только на фотографиях их. Вот впервые вижу живую. Смотрите. Что спрятано в двери? Зонтик, ребята. В двери спрятан зонтик. Понимаете, что Шкода... Холодно. Ветер сильный, дождя нет. Но Шкода заботится о своих клиентах. И у вас просто есть зонтик в машине. Всегда. Все, зонтик мы спрячем на место. Смотрите. Все, он там себе спрятан. Все, садимся в салон. Погнали. Заведем. Понятно, что все работает с кнопки. Уже никакие ключи вставлять не нужно. Кстати, как выглядит ключ к новому Kodiaq? Очень прикольно. Он, например, в отличие от коробка младших моделей, он выглядит так более серьезно. Здесь вот алюминий. Он такой весистый. Ключ мне точно нравится. Ну, есть, понятно, для бардачка или для перчаточного ящика вдруг вы что-то хотите в нем спрятать. Ну, ключ у вас всегда в кармане. Ну, во-первых, в Шкоде очень много маленьких всяких контейнеров, очень маленьких таких ящичков, полочек. Вот очки мы сразу спрятали. Подогревом у нас комплектация. Вот мы его сейчас включим. Понятно, что это опционно, но я, вот, ребята, учитывая, что у нас зима полгода, я точно советую руль все-таки подогрев этот заказать. Это очень приятная опция. Вот я сейчас сел на улице холодина, сейчас такая, знаешь, противный ветер. Я просто сажусь и грею руки. Самый большой экран в классе. Здесь у нас, понятно, есть радио. Вы можете подсоединить смартфон, можете подсоединить карту памяти, USB-флешку, что угодно. Вот у нас есть USB. Одним словом, любые носители вы сюда можете подсоединить к этому экрану. Есть навигация, есть смарт-линк. Вы можете подсоединить свой смартфон, либо Android, либо, если у вас iOS-система, без проблем, вывести то, что у вас на телефоне прямо на этот экран. Ну, понятно, что 2019 год по-другому быть не может. Давайте посмотрим на спидометр. Есть комплектация с электронным уже полностью. Вот это вот все, здесь уже экран. Ну, у нас вот еще все это механическое, но, опять-таки, это все опционно. Вот это очень прикольно выглядит. Это пластик, я так понимаю, но, опять-таки, можно заказать, я думаю, и другого цвета, и, возможно, вариант, там, например, с деревом. Здесь пластик выглядит, это очень неплохо. Это такое 3D-шное, немножко объемное, над перчаточным ящиком. А, ничего, ничего себе, вы поняли? Вот один перчаточный ящик, вот второй. Что мы там можем положить? Давайте проверим. Проведем эксперимент. Помещается ли сюда бутылка воды? Легко. Это 0,7 даже, ну, туда дальше не влазит уже, но так помещается. Слушай, это классная штука, мне нравится. Здесь у нас пепельница, но вы же не курите, да, я так надеюсь? Поэтому вам она не пригодится, но она тут есть. Регулируемый подлокотник, его можно убрать вот так. Можно выдвинуть вперед, можно поднять выше, опустить ниже. Вот выше. Вот вообще он будет вровень практически, видите, на уровне ручки коробки передач. Так, тут у нас DSG, написано 4х4. Напомню, друзья, что у нас здесь 2-литровый бензин, 180 лошадей. Мы сейчас на нем и покатаемся. Знаете, когда не о чем говорить, мне кажется, в автомобиле бывают такие обзоры, и начнут говорить, тут, значит, смотрите, электроусилитель гуля, стеклоподъемник, смотрите. Колонка, динамик и поворотник есть. Но нам есть, что сказать про этот автомобиль, поэтому мы такое не будем вам рассказывать. Опционно есть адаптивный крейс-контроль. То есть, соответственно, если вы едете, она сама будет тормозить, ваша, как ласточка, как некоторые называют свои автомобили, ваш автомобиль будет тормозить перед машиной впереди. В этом автомобиле есть line assistance, то есть он подскажет вам, если вы заехали за линию разделительную на дороге. Но, вы знаете, как бы это грустно не звучало, в нашей стране это бессмысленная опция, потому что у нас с разметкой на дороге, вы знаете, честно говоря, большие проблемы, поэтому в нашей стране это не особо используется. Кстати, хотел бы обратить внимание на педали. Они в такой, в родных таких алюминиевых накладках очень прикольно выглядят. Он такой прям по-спортивному. Мне очень нравится. Ладно, давайте покатаемся. Итак, друзья, значит, в автомобиле двухлитровый бензин, либо двухлитровый дизель Skoda Kodiaq. Расход будет в районе 9 литров приблизительно. Я думаю, что он будет одинаков и там, и там. Поставляется этот автомобиль только с автоматической коробкой передач, DSG 4х4 и только постоянный полный привод. Если, к примеру, младший брат Kodiaq, Karoq, возможен вариант с передним приводом, то здесь только полный привод. И это очень круто. Сейчас мы попробуем, как она разгоняется. Давайте проверим динамику. Давайте для этого включим режим спорт. И попробуем ее разогнать с нуля. Вот педаль в пол, смотрите. Да, я не скажу, что это скоростное автомобиль, я не скажу, что это спорткар. Но для его размера, напомню, 4 метра 60 сантиметров в длину. Для его веса, без пассажиров и грузов, тонна 600, тонна 700 почти. Тонна 695. И по поводу цвета, кстати. Вот мы обсуждали этот красивый цвет. Я не мог понять, это синий или это такой синий-зеленый, или что это такое. Мне уже сообщили, как это называется. Вы готовы? Этот цвет называется лава. Лава. Красивое название. Кстати, а в техпаспорте тоже написано лава? Нет, в техпаспорте написано синий. Но мы знаем, что это лава. Так, друзья, по поводу безопасности. Важный момент еще раз. Хочу на этом сакцентировать внимание, что по евро инкап по этой системе здесь 5 звезд. То есть максимальный уровень безопасности. И при тестах безопасность взрослых пассажиров в этом автомобиле, то есть пассажир впереди в первую очередь, достигла 92%. Это очень-очень большой показатель. Да действительно очень безопасный автомобиль. Давайте пристегиваться и давайте не будем заниматься глупостями за рулем. Ребята, кстати, если вы хотите протестить этот автомобиль, пожалуйста, милости просим, не просто посидеть в этом автомобиле, записывайтесь на тест-драйв, чтобы понять действительно, ваш автомобиль или не ваш. Но я думаю, что Skoda Kodiaq вас точно удивит. по-хорошему. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот это да! А вот это мы сейчас кайфуем от этой тачки. Ничего не страшно. Да, это машина точно для бездорожников. Здесь вопрос у нас от пальцев. Итак, друзья, немного мы, конечно, машину вымазали, но я думаю, нас простят. Все-таки это внедорожник. Все-таки это 4х4. Все-таки это полноценный SUV от Skoda. Вот такая она Skoda Kodiaq. Точнее, не так. Не вот такая она, а вот такой он Skoda Kodiaq 4х4. Какой вот сделал я для себя? Что это автомобиль однозначно семейный, для большой семьи, для крепкой семьи, которая хочет себе крепкий автомобиль. Такой, знаете, мощный, четкий, надежный. Вот это вот он. Это Skoda Kodiaq. В цвете лава, как мы уже обозначили, а не просто какой-то там синий. Красавчик.